Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре про правильный понедельник, который посвящен ключевым фундаментальным событиям прошлой недели. Для начала традиционная проверка связи, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Если все отлично, будем двигаться дальше. Чтобы я понял это, можно поставить плюсики в общий чат. Ну, думаю, что те, кто регулярно посещает, уже в курсе. Евгений, Максим, большое спасибо. Благодарю. Значит, со связью сейчас проблем нет. Но, знаете, что периодически у нас возникают технические сбои, трудности. Сразу хочу отметить, не нужно в связи с этим серчать особо. Если случится такое по ходу вебинара, ни в коем случае не потребляйте комнату, потому что связь будет восстановлена, и мы, соответственно, закончим вебинар. Полагаю, что те, кто хотел присоединиться к нам уже в сборе, большое вам спасибо, отдельное спасибо. Те, кто не смог, по определенным причинам, думаю, что смогут посмотреть уже запись, которая будет доступна на нашем официальном канале на YouTube уже с завтрашнего дня. Также я регулярно призываю высказать свою позицию по поводу преемности времени вебинара. Ну, полагаю, что раз вы присутствуете в этом вебинаре в 16.30 время, собственно, подходящее. Те, кто не присутствует, уже, к сожалению, смогут высказаться только по факту записи и просмотра вебинара в таком эфире. Вы знаете, то, что у нас сценарий прежний, типичный, традиционный, уже устоявшийся. Мы его менять не собираемся, поскольку, на мой взгляд, он очень неплохо подходит вообще к посылу. Общие оценки фундаментальной ситуации, да ключевые события, как они повлияли на динамику активов, которые стоят за отдельными регионами, в рамках которых выходила статистика. После мы, подведение того, переключаемся на те события, которые на повестке грядущей, предстоящей недели. Думаю, что в какой-то мере вы уже ознакомились с содержанием экономического календаря, но, в частности, сегодня даже на брифинге я делал акцент на то, что у нас впереди с вами ЕЦБ. В этот четверг, где будут пересматриваться ставки по депозитам и рефинансированию, также состоится традиционная долгожданная пресс-конференция Марио Драги, которая может оказаться чуть ли не самым интересным событием этой пятидневки, поскольку Марио Драги будет вещать постфактум слабых данных по инфляции и может анонсировать хотя бы в формате таких вербальных заявлений, либо того, что ЕЦБ держит руку на пульсе и, при необходимости, готов к помочь экономике, если потребуются новые меры экономического стимулирования. Мы понимаем то, что для евро это сейчас ключевой фактор разгрузки, хотя европейская валюта уже снижается, реагируя, будем надеяться, на слабый фундамент, не только на сильные доллары и дисконтируя в собственной стоимости как раз ожидания того, что без этих мер поддержки экономика не справится. Хорошо, что мы корректируемся, потому что уже изрядно мы снижаемся. настрадались растущим евро, сейчас идет понижательный тренд и будем надеяться, что он перерастет в нечто большее, не просто в коррекцию на несколько фигур, а вслед за уровнем 1.11, последует 1.10, который мы пробьем, пусть побудет немножко рядом с этим значением через консолидацию, но все равно уже получим неплохой импульс для того, чтобы снизиться еще сильнее. Это что касается ИЦБ. Ну и, безусловно, еще один серьезнейший макроэкономический отчет, это данные по рынку труда США, пятничный Non-Farm Parals, где мы будем, помимо оценки ситуации с числом новых рабочих мест, еще следить за динамикой роста заработных плат, потому что для нас этот индикатор является одним из определяющих для оценки показателей по инфляции. Да и в целом, наверное, сейчас можно уже закрыть глаза только на ссылку на инфляцию, потому что даже по позиции представителей ФРС и прежде всего Джанет Геллен, мы поняли, что сейчас внимание стоит обращать на любую статистику, которая касается американской экономики. И в этой статистике искать дополнительную поддержку для идеи, предполагающей возможность ужесточения монетарной политики уже по итогам предстоящего заседания, которое запланировано на июнь. Мы ждем это событие, напоминаю, середину июня, две недели, ФРС ставка и ориентируемся, я думаю, что вкупе с другими участниками рынка, которые также, как и мы, верят в силу доллара, что решение может последовать уже в этом июле. Несмотря на то, что сейчас многие по-прежнему недооценивают возможности такого шага, но мы не будем недооценивать, на мой взгляд, сейчас в отношении ФРС лучше переоценить, чем не допускать возможность такого исхода. Для доллара это серьезная поддержка, которую мы будем, надеяться, неплохо используем. В динамике пары USD и ЕНС можем подняться, но уж точно выше отметки 115. В общем, ждем роста доллара. Теперь давайте переключимся все-таки на фундамент прошлой недели. Начнем 30 сонно с европейской валюты. Думаю, что вы все прекрасно заметили, как евро продолжило снижаться прямо со открытия прошлой недели, подхватив тенденцию позапрошлой пятидневки. И сначала преодолело поддержку 1.12. Но на этом мы с вами не останавливались, поскольку знали, что вслед за этим уровнем будет значение еще ниже. Поэтому тут же стали шагать в направлении 1.11. Поводом для ухудшения рыночных настроений выступили сначала слабые данные по индексам деловой активности в промышленном секторе еврозоны. То есть классический традиционный отчет PMI, который снизился с 51.7 до 51.5. Стоит отметить, что промышленный сектор валютного блока переживает худшие времена, как вы думаете, за сколько месяцев? За очень продолжительный период времени, за 16 месяцев, что подтверждает картину слабого экономического роста во всем регионе. Просел также и индекс деловой активности в секторе услов. Маркет здесь, правда, значение чуть повыше, но все равно тенденция очевидная к снижению. 53.1 с 53.3. Дополнительное давление на евро, собственно, так же, как и сейчас. Не то, чтобы только в рамках прошлой недели, но и в рамках текущей недели, я уверен, и следующей, продолжат оказывать риски Брекзита. По мнению многих экспертов, я, собственно, присоединяюсь к этим мрачным ожиданиям, в случае, если дело дойдет до автономии Англии, Европейский Союз может потерять больше 0,3% экономического роста в перспективе полутора лет. Это серьезный диск, особенно для таких скромных показателей ПВП, которые мы сейчас видим в рамках еврозоны. Если ВВП ЕС лишится 0,3%, тогда рост вообще будет нулевым с возможностью ухода даже в отрицательные секты. А там какие риски еще появятся впереди, это одному Богу известно. Самое важное то, что, исходя из такой фундаментальной картины, евро находится под оправным фундаментальным давлением. Акцент я снова делаю на статистику, не на технику. И поэтому с большой уверенностью и с позитивом для себя, учитывая то, что тренд, нисходящий сейчас, очевиден, я продолжаю констатировать то, что евро находится под давлением. И хорошо, что мы смещаемся к нашей цели, которая сейчас находится на отметке 1,10. Во вторник вышли данные по оценке бизнеса с настроений. Германия и еврозоны, в частности, отличился институт ЗИЮ, это самая объективная статистика с точки зрения оценки бизнес-ожиданий. И индекс экономических ожиданий снизился с 11,2 до 6,4. Возможно, это даже самое минимальное значение за последние полгода. Среднее значение находится куда выше даже прошлой оценки, на уровне 24 ровно прогноза, был также весьма оптимистичным, 12,3. И фактическая цифра оказалась хуже прогноза практически в два раза. Аналогичная слабость показала отчет по эликсу деловых ожиданий по ЗИЮ еврозоны в целом, снижение с 21,5 до 16,8. И подобная статистика только еще раз указала на то, что экономика валютного блока явно, или мягко говоря, даже утратила импульс восстановления, что на фоне крайне низких значений потребительской активности вполне ожидаемо. Распродажами неделю открыла фунт, достигнув недельного минимум 1,44-1, откуда потом последовало серьезное ралли, которое мы до сих пор, по сути, даже не можем объяснить. В частности, Министерство финансов Англии предложило собственную оценку последствия выхода Англии из состава Европейского интеграционного союза. И по версии этой мрачной оценки считается то, что фунт рискует ослаблен в процентах на 15, количество безработных увеличится на 500 тысяч человек, то есть безработица вырастет реально больше, чем на 1,5%. Инфляция в целом скакнет до 2,3%, зарплатные платы просядут процента на 2%, и это может произойти, наверное, в самые короткие сроки. То есть, если спад экономического роста будет наблюдаться в перспективе нескольких лет, то потребители напрямую увидят отражение вот этих самых рисков на собственном уровне жизни буквально в моменте. По факту, там временной лаг будет всего лишь несколько месяцев. Не в пользу фунта сыграли поначалу и данные по образу общественного мнения. Как казалось, позиция британцев может меняться на текущий момент, хотя лучше сказать, что эта оценка была актуальна в начале прошлой недели, потому что тот рост, который последовал после, позволяет предположить то, что общественное строение, пусть сейчас и без каких-то фактических цифр, но снова смещено в пользу того, что большинство готово голосовать за сохранение членства в рамках ЕС. Но в начале прошлой пятидневки мы все-таки с вами руководствовались еще данными, потому что 44% респондентов готовы отдать свой голос за сохранение членства в ЕС, 40%, то есть небольшой отрыв в целом, если разобраться, намереваются голосовать против. И достаточно большая категория трейдеров, которые по-прежнему сохраняют нейтралитет и не могут никак окончательно определиться с тем, пользуясь чего же они отдадут свой голос. Но даже несмотря на такой фундамент, мы видели то, что снижение и давление на фунт продолжалось недолго, поскольку уже во вторник, буквально не игнорируя все вышесказанное, фунт умчался выше с поведения 1,46, а к концу недели умудрился даже добраться до локального хай, который был выше отметки 1,47. Доллар против иены продолжил консолидироваться на уровне 110. Председатель Федерального резервного банка Сент-Люиса Джеймс Буллард, традиционный друг, на мой взгляд, уже исходя из последних нескольких месяцев его комментариев, отметил, что американская экономика сохраняет очень неплохой и уверенный импульс восстановления, который может позволить ВВП США превысить 2% прироста. И, честно говоря, учитывая последний отчет по ВВП, квартальный прирост, который мы получили в пятницу, я считаю то, что эти ожидания вполне оправданы. По его мнению, есть куда больше доводов сейчас для повышения процентной ставки, нежели для сохранения такой мягкой риторики. И главный из них – это сильный рынок труда, который, собственно, и будет через рост заработных плат, способствует дальнейшему подъему и уровню инфляционного давления. Собственно, подобные заявления и поддержали американцы. Помимо этого, вышел еще очень хороший отчет по рынку недвижимости в США. Продажи новых домов выросли на 16,6%. Чтобы вы понимали, это не просто прирост по сравнению с прошлым индикатором и локальный позитив, которому мы отдаем должное. Это лучшая статистика за последние 20 лет. И это статистика, указывающая на то, что сектор в целом, который является одним из самых основных для американского рынка, для американской экономики, так же, как и рынок труда, чувствует себя на сейчас буквально 5 баллов. И это лучшее значение за несколько десятков лет. На рынке труда, я думаю, что мы можем говорить о не меньшем позитиве, потому что количество новых рабочих мест неуклонно растет. Безработицы уже 5%. Даже видели и меньшее значение. Потом с поправкой на сезонность, с новым индикатором чуть подрос. Количество заявок на пособие по безработице держится ниже 300 тысяч. Я уже сбился за счет, на самом деле, сколько недель подряд. Наверное, недель 60, может быть, даже больше. И это самый затяжной тренд улучшения ситуации с 1973 года. Может быть, даже с временем накопления статистики. И, в целом, такой фундамент, его трудно игнорировать и его трудно не замечать. Я надеюсь, что вы не позволяете себе такой оплошности, что не делаете ставку на те позитивные тенденции, которые пусть и не находят пока своего локального отражения в том динамичном укреплении доллара, которое нам необходимо, но совершенно ясно сеют свои семена того, что рост будет продолжен. И этот рост, впоследствии, должен конвертироваться в более выраженную динамику против основных долларовых конкурентов. Против риска уж тем более. Тем более, что в отношении некоторых валютных пар мы делаем ставку не только на хорошие позиции того же самого американца. Мы еще и проводим параллели с монетарной политикой другого региона. В частности, по евро-доллару у нас есть абсолютно оправданное ожидание того, что ЛЦБ будет смещать экономический режим. То есть, у нас здесь, наверное, олицетворение контрастности, о котором вы также не забывайте. Помимо этого, поддержку доллару еще оказалась слабая иена, в принципе, как и сегодня мы видели на азиатской торговой сессии, и повлияли поначалу прошлой недели. Еще комментарии советника премьер-министра Абе по экономическим вопросам о фамилии у него Сибаян. Интересно, в ходе брифинга мы останавливались на этих формировках подробнее. В целом я сейчас отмечу то, что эти заявления были сделаны господином Сибаян в ходе его интервью Reuters. Он отметил то, что в преддверии ожидания саммита, который уже завершен, но тогда он был только на повестке, обсуждение двухдневно, четверг, пятница, были шансы дождаться какой-то объективной позиции регуляторов и присутствующих на этой встрече иностранных Большой Семерки по поводу необходимости использования монетарных инструментов и стимулов для того, чтобы поддерживать темпы экономического восстановления мировой экономики в целом. Честно говоря, подобные моменты обсуждались, на них обращали внимание, но какой-то позиции по-прежнему нет. И я не могу сказать вам, что сейчас Банк Японии меньше уже побаивается опасениями своего адреса, к примеру, в том случае, если они пойдут на расширение экономических стимулов, то что другие регуляторы не обвиняты в том, что они сознательно раздувают валютные войны. Такие риски еще есть. И возможно, они как раз сейчас, так же как и месяц назад, так же как и два месяца назад, сдерживают Банк Японии, чтобы пока следить за тем, как разворачивается ситуация в мировой экономике и не использовать те козыря, которые имеются в арсенале, не расширять программу количественного смельчения и не снижать процентные ставки. Потому что, на мой взгляд, если бы Банк Японии сейчас расширил бы программу QS 80 трлн. йен, к примеру, до 100-120, это бы непременно возымело положительный эффект и поспособствовало бы росту потребительских цен. То есть разогнало бы потребительскую активность и создало бы вот те самые искомые конкурентные преимущества для национальных производителей. Потому что такие стимулы, разумеется, серьезно ослабляют курсы национальной валюты. Что касается, опять же, ожиданий, которые сейчас имеют место быть в отношении японского регулятора. Я думаю, что завтра у вас будет повод, опять же, через формат анонса посетить брифинг, потому что завтра мы будем говорить о налоге с продаж. Вроде бы как он еще на повестке обсуждения. С другой стороны, есть основания дождаться решения Банка Японии, которое будет ссылаться на то, что от повышения налога, может быть, и лучше отказаться. Соответственно, если от этого налога откажутся, значит, отпадет необходимость спроса на йену как на защитный актив, будет меньше неопределенности и паники. И это станет логичной причиной ослабления японской валюты на перспективу ближайших нескольких месяцев. Ну, по угодию уж точно. И если при этом будет сохранен неплохой тренд, растущий по доллару, тогда, опять же, все как пазл сложится воедино, чтобы USD и иена без каких-либо откатов сохранила свой бычий напор и продолжила стремиться выше тех значений, которых торгуется сейчас. Без статистики не остался и рынок нефти. Традиционно у нас запасы. Сначала по версии API, потом и данные Миниэнерго. Запасы снизились на 5,1 по версии API, а против прошлого снижение на 1,1 миллиона, позволив черному золоту рвануть выше 49. Ну, а когда вышла уже официальная статистика, то, что Миниэнерго также подтвердил снижение запасов на 4,2 миллиона, вы знаете то, что Brent и вовсе решился на тестирование психологически уваженного рубежа 50 долларов за бар. И вот сейчас, хоть торгуются ниже, но все равно мы понимаем то, что потенциал для еще раз пощупать вот это значение, может оказаться выше, на рынке присутствует, и Brent реально может замахнуться, чтобы шагнуть еще выше. Мы следим за фундаментом, мы следим за объемами производства в рамках отдельных регионов и ищем поддержки, ищем дополнительных факторов, опять же предпосылок, чтобы оправдать наш прежний посыл, предполагающий то, что Brent должен логично оснижаться, и уж точно стоить ниже 50 долларов за бар. Подобной динамикой нефть тут же поддержала и канадца, который закрыл среду на отметке 1,3015, потом, вы знаете, состоялось заседание Банка Канады, где принималось решение по процентной ставке, ставку поставили на прежний уровень 0,5%, хотя и отметили, что она может быть снижена для симулирования экономического роста национальной экономики, и потребность в этих стимулах очень существенна, потому что мы понимаем, каким негативным последствиям привели пожары в Канаде. И об этой статистике уже через цифры мы узнаем, об этих последствиях узнаем в ходе выхода следующего отчета по ОВП, то есть в июне. Но, как я отметил сегодня на брифинге, мы уже имеем все основания готовиться к очень слабым цифрам, и по-прежнему спекулировать на тему все-таки возможности дождаться еще одного шага по снижению процентных ставок. Евро в среду немного прибавил, достигнув хай 1,11,66. Настроения трейдеров поддержали данные по индексу бизнес-оптимизма от ИФА, которые, вопреки ожиданиям, продемонстрировали прирост. Индекс деловой активности ИФА вырос до 107,7 против 106,5 в апреле. Также в это же время вышел индекс экономических ожиданий, хороший, собственно, отчет 106,6 со 100,5 и 5. Точнее, со 100,5 не спровоцировал ненужных волнений и заместитель главы Европейского центрального банка Виктор Констанцио, так и не анонсировавший возможность дополнительных стимулов со стороны европейского регулятора. Хотя мы уже пришли к выводу о том, что представители ИЦБ сейчас будут помалкивать, держать язык с зубами, возможность сказать что-то стоящее будет только у драги. И хорошо, что мы уже вплотную подошли к этому событию, потому что уже в четверг будет вещать сам драги. И непременно ему придется ответить на вопросы того, что же ИЦБ подпримет дальше, чтобы снизить давление на показатели по инфляции и помочь экономике. Конечно же, стоит рассчитывать и ожидать все-таки мягкую риторику, которая может даже в моменте располагать к очень существенным распродажам европейской валюты. Чудеса волатильности продолжил показывать фунт, который прорвался выше сопротивления 1,47. Недельный хай был достигнут в четверг, в частности на отметке 1,4738, откуда и впоследствии пошла коррекция. Мы предполагали то, что если уж не ожидание, перевес общественного настроения, да и в целом ухудшение общественного настроения на фунт, могут повлиять макроэкономические данные. И если не отдельно по какому-то сектору, то в целом уже по всей экономике. То есть делали ставку на ВВП. И правильно, потому что как раз этот отчет ближе к концу прошлой недели и стал причиной ослабления британца. В частности, вторая оценка ВВП в Великобритании подтвердила потерь, метко говоря, восстановительного импульса 0,4% против прошлого 0,6%. И годовое значение также было пересмотрено с 2,1% до 2%. Статистика, на мой взгляд, вполне ожидаема, учитывая, что ключевые компоненты экономического роста услуги, промышленности и строительства продолжают стагнировать. На этой неделе у нас снова оценка всех этих отраслей экономики по отдельности. Особый уклон мы, конечно же, сделаем на сферу услуг, которая выйдет по Британии в пятницу. Но думаю, что в очередной раз нас ожидает серьезный слабый отчет, очередное фундаментальное расчарование, которое, будем надеяться, скажется в динамике фунта через разгрузку этого инструмента. Пара доллара японская иена топталась на отметке 110 иен. Высшие данные по заказу на товар длительного пользования подтвердили то, что потребительская активность остается на хорошем уровне, потому что прирост по факту 3,4 против 1,9. Заявки на пособие к заработке также хороший. Отчет 268 278. Дополнительную поддержку доллару оказали еще и комментарии главы Федерального зерного банка Сент-Люиса Булзата, который отметил в очередной раз улучшение ситуации на рынке труда, которая может помочь экономическому восстановлению и, самое главное, росту инфляции. По его словам, рыночные ожидания, готовности американской экономики к повышению ставки даже в июне явно недооцениваются. Но мы, собственно, начали с этого брифинга. Мы точно не недооцениваем. Напротив, считаем то, что ФРС может пойти на это решение и, соответственно, дать рынку повод для роста американцев. Евро продолжило консолидироваться с уровнем 1,12, хотя ближе к концу недели, уже ближе к четвергу, евро снова развернулось, пошло вниз. И в пятницу даже был достигнут уровень непосредственной близости 1,11. И сегодня на азиатской торговой сессии мы наблюдали даже значение еще ниже. USDCAD закрыл неделю выше 1,30. Поспособствовали тому сильные данные по темпу экономического роста годовому ВП США на 0,8% с 0,5%, а также индексу расходов на личное потребление. То есть этот индикатор также подрос 2,1%, что стало еще одним фактором роста американцев. Ну и уж еще более серьезную поддержку доллару оказали комментарии председателя ФРС Жанет Хелин, которая присоединилась к позициям ранее выступавших голосующих членов ФРС и отметила позитив, несомненно, на рынке труда. И самое важное, она буквально таким белым текстом по черному отметила, что рынку, в принципе, можно готовиться к тому, что ФРС поднимет процентные ставки уже в ходе ближайших заседаний. То есть мы хотели услышать непосредственно это от Жанет Хелин, мы это и услышали. Такой информации мы просто так размениваться не будем и распорядимся ей должным и правильным образом. Должным и правильным образом это поставим на рост доллара, потому что сигнал, на мой взгляд, очень серьезный. Жанет Хелин – это единственный человек, у которого есть правое вето по поводу предстоящего решения по ставке. Если уж она склоняется в пользу более жесткого подхода, значит, наверное, нам точно уж нужно все-таки принять позицию того, что ФРС реально встал уже на путь дальнейшего повышения ставки. Мы дождались это, пусть на это ушло больше полгода, но будем надеяться, что июньский месяц ознаменует как раз положение цикла повышения ставок. Мы подхватим этот цикл до конца этого года, увидим, может быть, даже еще два повышения. И если все пойдет вот так вот по маслу, то след за уровнем 112-115 реально будет значение и 120, где мы снова будем рассматривать возможность на еще более серьезное восходящее движение. Представляете, как будет классно, если к этому уровню мы с вами не откажемся от длинных сделок и будем набирать фигуру за фигурой в течение всего этого долгосрочного тренда. Те, кто присоединяется к позиции долгосрочного подхода, я считаю, что вам реально нужно связаться с нашими персональными менеджерами и попросить перевести ваши счета в режим SWOB FREE. Я думаю, что вам расскажут, что это такое и в чем преимущество такого подхода. Это счета, где не начисляются асвопы. То есть можно будет ставить длинные сделки и не бояться за расходование свободных средств через своповое начисление из месяца в месяц. Из других валютных пар. По факту укрепление доллара, евро, как я уже отметил, отступил до уровня 1.11. Фунт закрыл также день с снижением 1.4609. И всю неделю австралийцы и новозеландцы продолжили снижаться. Доллар франк приблизился к предельному значению. Немного. Несколько десятков фунтов остается до этого рубежа. Уверен, что до конца этой недели мы сможем протестить это мощное сопротивление. Но которое не будет пределом, потому что мы замахиваемся на еще более высокий ход. А бренд так и остался на отметке 50. 50, откуда я по-прежнему не исключаю возможности, что может пойти как раз долгожданное ослабление. Из отчетов прошлой недели на этом, собственно, все. Давайте приучимся теперь на релизы этой пятидневки. Завтра у нас самый важный отчет, который будет касаться еврозоны. На нем, и давайте остановимся, это индекс потребительских цен, инфляция. Если посмотрите на содержание экономического календаря, эксперты прогнозируют спад до минус 0,1%. Даже если индикатор останется на этой территории, то есть совпадет с прогнозной оценкой, этого будет вполне достаточно, чтобы мы стали готовиться к тому, чтобы в четверг услышать множество мягких комментариев со стороны драги. То есть завтрашняя статистика у нас будет своего рода ключиком к риторике драги. Видим плохую цифру, смело распродаем евро, потому что в четверг, даже если евро сохранит какой-то импульс для роста и начнет бодаться, сопротивляться слабой инфляции, в четверг явно не устоять, потому что есть только один инструмент бороться с крайне низкими значениями потребительской активности. Это либо снижение процента ставки, либо решение программы количественного смягчения. Вот об этом как раз и будут говорить в четверг, потому что иного не дано. Во вторник, то есть завтра, еще отчет Американского института нефти по АПИ. Наверное, из локальных отчетов это сейчас единственные статистические поводы, которые могут реально ослабить позиции бренда, стоит только отчету указать на рост запасов. Если это случится, то бренд получит фактор разгрузки, скорректируется. Хотя, если быть реалистом, сейчас у нас летний период сезонных отчетов, указывающих на снижение запасов, поскольку растут объемы переработки, нефтересурсов делается много топлива, опять же, исходя из сезонных месяцев. И если мы обратим внимание на эти релизы, скажем, июня прошлого года, даже позапрошлого года, у нас был систематичный период, когда мы констатировали о снижении. Поэтому из этого, конечно же, вытекает простой вывод, что логичнее всего, правильнее сейчас ожидать снижения запасов, что может достигнуть дальнейшее ралли бренда. Но я пока говорить об этом не хочу, потому что, помимо, опять же, регулярной статистики, у нас все-таки уже месяц закрыт. У нас впереди данные от ОПЕК по объемам производства, где мы будем искать поддержки для нашей медвежьей идеи, потому что ОПЕК, уверен, снова нагрузит рынок дополнительными производствами. Ну, Иран точно справится с этой задачей. В среду Китай, уровень деловой активности в производственном секторе ВВП Австралии, индекс деловой активности в производственном секторе маркет, и два очень важных отчета по США – это данные по ADP, которые предваряют данные по Non-Farm Parallels, и индекс деловой активности ISM в производственном секторе. От обоих американских отчетов я жду хороших цифр, прирост и усиление позиций от доллара. Что касается Англии, то, как я уже отметил в ходе брифинга, вебинара, у нас будет не только производственный сектор, но и сфера услуг на этой неделе. Мы ждем слабые статистики, учитывая риски неопределенности в связи с приближающимся Brexit. И будем надеяться, что хотя бы эти релизы смогут повлиять на слабости, соответственно, британца. В четверг серьезнейший день, собственно, ЕЦБ по процентной ставке и депозитной ставке тоже. И пресс-конференция Елен, точнее, пресс-конференция руководителя Европейского центрального банка Марио Драги. Но сейчас, с вашего позволения, снова останавливаться на этих событиях не будем. Мы уже в ходе этого вебинара несколько раз говорили про это. Думаю, что вы все поняли, что можно ожидать от этих событий и каким образом эти ожидания могут быть конвертированы в динамику евро. Помимо этого, в четверг выйдет отчет по запасам нефти от Минэнерго США. Здесь логика точно такая же, как и САПИ. Несмотря на объективные предпосылки и снижение запасов, все-таки будем верить, как медведи, в тот релиз, который может поддержать наши сделки. А наши сделки – это снижение. То есть ставим на то, что запасы смогут подрасти. Ну и в пятницу, конечно же, Non-Farm Perils. Может быть, вкупится, опять же, конференцией Драги и с решением по процентной ставке. Это еще один серьезнейший отчет, то есть это топ-3 макроэкономических событий – Non-Farm Perils. Ждем хорошие цифры, ждем прирост. Я не сомневаюсь в том, что экономика смогла прибавить больше 200 тысяч новых рабочих мест и позволяет мне так предполагать последние цифры по промышленной активности, последние цифры по состоянию сферы услуга, по росту заработных плат, по потребительской активности и росту показателей розничных продаж. То есть сейчас потребители действительно весьма активизировались в покупках, они верят в хорошую перспективу американской экономики и склоняются также в пользу того, что в УП уйдет выше 2% прироста. Это тот самый позитив, который может настроить скептически настроенных трейдеров, все-таки пересмотреть свои ожидания по срокам повышения процентной ставки, ну и не игнорировать то, что это решение может быть финансировано уже в ходе июньского заседания. И замыкать неделю будет индекс деловой активности АСМ в сфере услуг еще один серьезнейший релиз, но хотя после Non-Farm Perils рынок, наверное, будет лихораден буквально до самого закрытия недели. Об этой статистике мы поговорим уже в ходе следующего понедельника, но основной упор, конечно же, делаем на Non-Farm Perils. Ну и, конечно же, традиционный слайд. Это прогнозы по евро-доллару, стралицу против американца, по японскую иене и фунту против доллара. Вы сейчас их видите на своих экранах. Я предлагаю использовать их в качестве дополнительных ориентиров того, как можно распорядиться текущим фундаментом и ожиданиями по этим валютным парам. Уверен то, что у вас давно, уважаемые трейдеры, есть своя позиция, свое мнение. Я озвучиваю вам свое представление о перспективах доллара и дисковых инструментов. Вы видите сейчас эти ориентиры, и я думаю, что поврятывайте также и на индикатор рыночных настроений. Если уж не наш кайман, то смотрите за статистикой Commitment of Trades, которая поставляется со стороны Федрезерва. И в целом, объективно, решение должно быть тем, которое и должно настроить на правильный трейд. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, можете задавать их, я попробую на них ответить. Евгений, большое спасибо за вопрос, вот уже который вебинар, вы проявляете активность. Это похвально. Хорошо, что вы пытаетесь разобраться. И хорошо, что ищете поддержки и подсказки. Это правильно, потому что каждый трейдер, он не один, собственно, в оценке ситуации, которая складывается на финансовых площадках. Трейдерское сообщество, оно колоссальное. И в рамках нашей компании у вас также среди трейдеров может быть соответствующая поддержка. Такая коалиция. Поэтому я с радостью приглашаю вас на наш форум «Амаркетс», где можете высказывать свою позицию, соответственно, дискутировать, обсуждать, задавать вопросы, получать ответы. По поводу Витора Констанцева. Возможно, да, он и увидел предпосылки роста индекса потребительских цен, выше прогнозов. Но все равно вы понимаете, что цель остается прежнее значение 2%. До него без серьезного роста бренда выше 60 долларов за бар явно индикаторов не добраться. 60 долларов – это нереально, абсолютно нереально для стоимости энергоресурсов. И, к сожалению, поддержки для роста инфляции не стоит ожидать и во внутреннем, скажем, спросе со стороны потребителей и активизации потребительской активности. Поэтому, несмотря на оптимистичные заявления и комментарии чиновников Европейского Центрального Банка, думаю, что нам прежде всего стоит следить за оценкой инфляции, показателя риска в рефляции со стороны прежде всего драги. Как раз в четверг он представит свое видение рынка, отметит, насколько сейчас ЕЦБ близок к достижению целевого показателя, когда нам стоит настраиваться на возможность подобного исхода, в чем он видит катализаторы предпосылки для роста этого индикатора. Посмотрим, покопаемся в этих комментариях, последим, поанализируем вместе и уже выйдем к какому-то компромиссу по поводу дальнейших ожиданий. Но все равно, прежде чем это и произойдет, Еврозоне нужно выбраться из отрицательной пропасти дефляции, где она находится и сейчас. То есть, если мы увидим 0,5%, даже не будем говорить про 1,6%, это будет, конечно же, страшнейший позитив, ну, в хорошем смысле для евро. Но такого прироста сейчас ожидать не стоит. Учитывая то, что третий месяц подряд у нас будет отрицательное значение три месяца подряд, это реальная стагнация, а может быть даже уже рецессия. С потребительскими ценами все очень плохо. И самое интересное, что мы наблюдаем вот уже который месяц подряд рост цен на нефть. И при этом такая позитивная динамика на рынке энергоресурсов, которая, по идее, должна была быть ключевым поводом для роста инфляции, никак не повлияло на значение инфляции в рамках Еврозоны. Это вообще парадокс. Я предполагаю, что истинные системные глубинные проблемы кроются гораздо, скажем, в более глубоких слоях макроэкономического фона Еврозоны. И самый главный диск, он как раз связан с низкой потребительской активностью и тем, что потребители просто не верят в перспективы экономического восстановления и роста Еврозоны. Они не хотят сейчас активизироваться в покупках, в приобретениях товаров длительного пользования, поскольку не видят никакого позитива в перспективе. Вот это уже серьезный риск. ИЦБ не просто должен подстегнуть инок с потребительских цен, он должен убедить все население, что предпринимает всевозможные усилия, чтобы улучшить ситуацию. И судя по бизнес-оценкам того же самого ЗИУ, мы можем сделать вывод о том, что все те решения и действия, которые предпринимаются со стороны ИЦБ, они, мягко говоря, неубедительны, потому что бизнес не верит в хорошие перспективы экономики Еврозоны, ну и потребители также, как логичное утекающее следствие, не видят никакого позитива тоже. Поэтому, несмотря на комментарии Витора Констанцию, я предлагаю вам не обращать на них внимания. Возможно, он сказал то, что должен был сказать. Меньше всего, что мы могли бы услышать от него, это констатация проблем, потому что не в его интересах вы говорите об этом. Но в наших интересах быть внимательными к реальной ситуации. Мы стараемся быть таковыми, поскольку обращаем внимание буквально на все отчеты. И последние данные, тот анализ, который мы проводили и проводим из месяца в месяц, позволяет нам сделать простой вывод, что экономика валютного блока не вырос из кризиса. И вряд ли это произойдет в ближайшие месяцы. В общем, долгосрочно, среднесрочно ставим на ослабление евро и не видим в росте инфляции. Так, Евгений, снова вопрос уже от вас, только вырубите вопросы правильно. Именно туда и нужно задавать их по поводу кросса, фунт Канада. По поводу фунта против Канад. Здесь нужно оценить, исходя из фундамента, какая из этих валют. Вот с техникой вы уже подружились, видите соответствующие сигналы, вам нужен только дополнительный фактор поддержки, уже исходя из фундамента. У нас есть серьезные и слабые ожидания фундаментального характера по фунту, и у нас есть не менее серьезные и слабые ожидания по канадской валюте. Но все-таки, если не осмотреть на уж совсем растянутые горизонты и перспективы, можно говорить за более короткий промежуток времени. А за более короткий промежуток времени я позволю себе сделать на ставку на ослабление фунта больше, чем на ослабление канадца. Потому что канадский регулятор, как уже стало известно, будет по-прежнему подавать рынку сигналы о том, что снизить процентные ставки. Но решение об этом будет принято только после заседания ФРС, которое состоится в середине июня, то есть больше двух недель еще до него. Соответственно, если до этого решения и к моменту заседания ФРС мы поймем, что ФРС продолжит повышать процентные ставки, тогда в снижении, опять же смягчение экономической политики со стороны Канады уже отпадет все необходимости. И усиление позиций доллара приведет к ослаблению позиций канадского. То есть канадский регулятор дождется того, чего хочет. Но произойдет это только не раньше середины июня. Но единственное, что если сейчас мы увидим серьезное ослабление нефти, к примеру, коррекция процентов на 10-15. Если это случится, тогда давление на канадца будет оказано еще больше в мере, может быть даже чем через повышение процентной ставки в рамках ФРС. А вот что касается фунта, здесь мы видим по-прежнему сохраняющиеся риски, связанные со слабым фундаментом и неопределенностью в связи с приближающимся Брекзитом. Если бы на текущий момент мы бы котировали себя против доллара на отметке 1.40, я бы сказал то, что с негативом уже достаточно и фунта уже все дисконтировал в цену. Нужно искать поддержку для длинных идей по фунту против основных конкурентов. Но мы видим то, что фунт настойчиво держится выше уровня 1.45, игнорируя все и неопределенностью с Брекзитом, и слабую статистику национального характера, и явно объективно растущий доллар. Я думаю, что продолжаться это может еще несколько дней, но от сил, максимум. А потом логика возобладает, и медведи все-таки покажут быкам, кто является локальным лидером рынка. То есть давление на фунт будет более серьезным. Но и до 23 июня мы увидим серьезную просадку британца. И эта просадка будет заметна не только против доллара, она будет заметна против всех активов, и уж сырьевых точно. Поэтому в перспективе ближайших двух недель я бы рекомендовал вам, исходя из фундамента, поставить на ослабление фунта Канады и с расчетом на то, что эта пара может лишиться ни одной фигуры, а потерять пунктов 200. Собственно, это такой фундаментальный прогноз. Поскольку вопросов больше нет, уважаемые трейдеры, огромное вам спасибо за внимание, за то, что присутствовали на этом вебинаре. Надеюсь, что информация, которую вы почерпнули, является дополнительной для размышлений, была вам полезна. Также надеюсь, что со своей задачей в плане оценки ситуации я справился. Мы с вами увидимся уже в ходе завтрашнего брифинга, но если вы регулярно посещаете наши выпуски эфиры в 9.30 по московскому времени. Те, кто смотрит в перископе, прошу прощения за то, что сегодня у нас перископ не был доступен. Причина неисправность телефона. В ближайшие два дня я уверен, решу эту проблему и снова у нас будет прямой эфир. Но запись доступна всегда, буквально к 11.12 по московскому времени. Мы ее укладываем на наш официальный канал на YouTube. Завтра также не будет исключения. Следующий вебинар состоится у нас уже в июне месяце. Соответственно, день у нас будет 6 июня. Тогда мы уж точно приблизимся к заседанию ФРС. Будет нам о чем поговорить. Но в целом предлагаю дальше ставить на рост доллара. Тем более, что он пока продолжается. То есть не будем пускать тот тренд, который разворачивается. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой пятидневки, попутного тренда и исключительно профит их сделок. Хоть я понимаю, что без убыточных тоже нельзя. Но и ни в коем случае, конечно же, не забывайте про загрузку ваших депозитов. Контролируйте плечо. И в качестве анонса о входе брифингов я даю бонусы на пополнение каждый день через кодовое слово. Может быть, кто-то из вас уже воспользовался этим приложением, кто-то нет. Если не воспользовались, то у вас есть еще одна возможность дополнительно увеличить покупательскую способность депозитов. Скажем, на фоне возрастающей волатильности это также неплохая поддержка. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.